Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «У книжной полки» и я ее ведущий Андрей Печерин. Святитель Николай Чудотворец, память которого Святая Церковь празднует сегодня, прославился как великий угодник Божий, милосердие к страждущим, чудеса, явленные им при жизни. И многие другие события, связанные с этим великим святым, вдохновляют верующих и сейчас обращаться к святителю с молитвами о помощи. Николай Угодник, так называют его в народе. Он творил чудеса при жизни, но немало происходило и происходит чудес и после его смерти. Он помогает морякам, путешественникам, детям и тем, кто находится в заключении. Он помогает вообще всем, кто обращается к нему за помощью и избавляет людей от бед. О жизни святого и его почитании рассказывает книга, которая вышла в свет в издательстве «Благовест» в серии «Причастники Божественного Света». Она называется «Святитель Николай Чудотворец. Житие. Перенесение мощей. Чудеса. Слава в России». В основу книги «Святитель Николай Чудотворец» легло одно из самых полных изданий о святителе, составленное Андреем Вознесенским и Федором Гусевым в конце XIX века. Авторы повествуют о личности великого угодника Божия, святителя Николая, архиепископа Мерликийского. Повествуют они и о его почитании на Руси. Все издание таким образом разделено на четыре части. В первой части представлено «Житие святителя Николая Чудотворца», составленное на основе древнейших рукописных источников. «Житие» это убедительно показывает нам высоту и величие жизни и подвигов великого святого. Известно, что святитель Николай Чудотворец родился в городе Потары в Малой Азии. Родители его, Феофан и Нонна, происходили из благородного рода и были людьми весьма зажиточными. Но все это не мешало им быть благочестивыми христианами, усердными к Богу и милосердными к бедным. До глубокой старости они не имели детей и в непрестанной горячей молитве просили Всевышнего дать им сына, обещая посвятить его служению Богу. Молитва их была услышана. Господь даровал им сына, который при святом крещении получил имя Николай. Уже в первые дни своего младенчества он показал, что предназначен для служения Господу. Поэтому родители, воспитав сына, постарались прежде всего внушить ему истинное христианство и направить его на праведную жизнь. Вскоре после этого отрок, благодаря богатым дарованиям и руководимый Святым Духом, постиг книжную премудрость. Успевая в учении, Николай успевал также и в делах благочестия. Избегая суетных и греховных развлечений, он отличался примерным целомудрием и избегал всяких нечистых помыслов. Почти все время юноша проводил в чтении священного писания, в подвигах поста и молитвы. К храму Божию он питал такую любовь, что проводил там иногда целые дни и даже ночи в богомысленней и молитве, а также в чтении божественных книг. Благочестивая жизнь юного Николая скоро стала известной всем жителям города Потары, епископом которого был его родной дядя. Заметив, что племянник выделяется среди других молодых людей своими добродетелями и строгой подвижнической жизнью, он стал уговаривать родителей отдать сына на служение Господу. Те, конечно же, охотно согласились, вспоминая данный Богу обет. Так кроткий и смиренный юноша стал священником, а спустя какое-то время и архиепископом Мерликийским. Как свидетельствует житие, управляя епархией, святитель Николай не скрывал свои добрые дела для благопаства и для прославления имени Божьего. Он был, как всегда, кроток и смирен духом, не злобив сердцем, чужд всякой надменности и своей корысти. «Каждого он принимал с любовью и радушием, являясь для сирот отцом, для нищих — питателем, для плачущих — утешителем, для притесненных — заступником». Вторая часть книги рассказывает о перенесении мощей святителя Николая в XI веке из города Миры, к этому времени уже занимаемого турками, в итальянский город Бари, ставший второй родиной святителя Николая. Наши русские паломники, посещавшие святые места Востока, считали своим долгом посетить этот западный город ради его великой святыни и нередко оставляли ценные воспоминания о том, что они видели там. Так, один из них — Василий Григорович Барский, в начале XVIII века обошедший святые места в Европе, Азии и Африке, поместил в своем рассказе «Путешествие» подробное описание церкви в Бари, в которой почивают мощи святого Николая Чудотворца. Этот безыскусный, но в то же время весьма интересный рассказ русского паломника и помещен во второй части данной книги. Он помещен в полном виде, с изменением только книжного языка начала XVIII столетия. Также представлено здесь описание другого, более позднего русского путешественника Владимира Мордвинова, посетившего Бари в 1873 году. В третьей части книги приводятся многочисленные посмертные чудеса великого угодника Христова. Они свидетельствуют о том, что и после своей земной смерти святитель Николай Чудотворец продолжает помогать людям, обращающимся к нему за помощью в различных бедах и искушениях. Святой Николай Чудотворец, по словам святителя Дмитрия Ростовского, «Видит нашу веру и усердие, приемлет похвалы, нами ему приносимые, возносит наши молитвы к Богу, ходатайствует, предстательствуя за нас перед Христом, избавляет нас своими теплыми к Богу молитвами от всяких бед и зол, от врагов видимых и невидимых, и спрашивает у Господа все благое и полезное нам, временное и вечное». Даже из тех немногочисленных повествований о чудесах святителя Николая, которые помещены в этой книге, читатели увидят, как разнообразна помощь великого угодника Божия всем нуждающимся в ней. Наконец, в последней, четвертой части данной книги рассказывается о прославлении святителя Николая на Руси, его покровительстве нашей стране на всех этапах ее истории. В этой части приводится подробное описание мест, связанных с именем святого Николая в России, рассказ о множестве чудотворных икон, украшавших ранее и до сих пор наши храмы и монастыри. Показаны народные поэтические памятники, в которых отразилось сугубое уважение народа к великому святителю, призывающего его на помощь во всех жизненных обстоятельствах. Так, житие чудотворца и чудеса его народ превратил в духовные былины свои, подобные по складу былинам о сказочных героях, а свои верования в святителя и надежды на чудотворца он выразил в волебных псалмах его честь. Эти псалмы кратко, сжато, но очень ясно напоминают нам о том, как народ в своей простоте, в своем неведении и во всей своей искренности понимает и почитает великого угодника Божия. «Попроси Николу, а он скажет спасу». «Нет за нас поборника», — супротив Николы. Так кратко и точно словами самого народа можно выразить всю суть взгляда его на святого Николая Чудотворца, избранного им покровителя и заступника. Этими словами авторы-составители заканчивают повествование о славе святителя в России. По словам издателей, интерес к личности святителя Николая не исчезает никогда. Все новые и новые поколения знакомятся с его святой жизнью, все новые поколения вдохновляются его пламенной верой и любовью к ближним. Чудес его всех перечислить невозможно, точно так же, как невозможно их описать все подробно. Этого великого Чудотворца знает Восток и Запад, и во всех концах земли известны его чудотворения, и ныне он также помогает призывающим его и избавляет их от бед. А мы надеемся, что эта книга принесет немалую пользу всем тем, кто пожелает узнать больше о жизни нашего великого святого, святителя Николая Чудотворца. Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. О новинках православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok